Музыка Подписчики, я приветствую вас, вы в гостях у Елены, у меня на кухне. И сегодня я хочу предложить вам свой рецептик, один из своих рецептиков, коробье. Это такое печенице. И начнем. Очень вкусное печенье, все любят. Так, взбиваем сливочное масло, протираем его тщательно вместе с сахаром. Тут у меня сахар и сливочное масло. Хорошенечко, прямо так, до такой однородной консистенции. Здесь вот у меня отдельно взбитый белок, в пену прямо взбитый хорошо. Тоже надо его добавлять нам постепенно. И добавляем его. Ну, не постепенно, я добавлю его сразу, он один тут. И размешаем. Вот так вот, аккуратненько. И забьем. Вот так вот, все аккуратненько. Вот. И будем замешивать тесто сейчас. Вот так вот получается. Вот такая вот маска. Вот такая эластичная масса. Все, готово. Взбили. Теперь будем добавлять сюда муку. Вот таким вот образом. Муку мы будем добавлять постепенненько тоже. И будем замешивать руками наше тесто. Обязательно просеиваем муку. Сюда у нас муки у нас идет 600 грамм. Вот таким вот образом. Так, сначала половину добавляем, а потом уже будем добавлять как бы два приема. Вот такими, в таком виде. Ну и начнем размешивать наше тесто. Очень вкусная печеница. Мне, как бы, люблю я печенье курабье. Но, что хочу сказать, редко его пеку. Сразу говорю, потому что в нем много масла сливочного. На 600 грамм муки 350 грамм масла сливочного. Поэтому иногда можно побаловаться. Сейчас погода такая вот плохая. Поэтому, как бы, мы побалуемся, можно сказать, печеницем. Таким вот образом. Постепенненько нужно добавлять муку, не торопиться. Чтобы у нас получилось хорошее эластичное тесто. Такое, ну, хорошо вымешанное. Не надо торопиться. Оно не будет получаться такое прямо, как на пирожки тесто. Нет, оно помягче. Мы сейчас ее, значит, положим в мешок. И будем выдавливать с красивой насадочкой через кондитерский мешочек. Это нужно будет сделать обязательно. Чтобы наше печенице было красивое и было похоже на курабье. Потому что классическое курабье именно такая форма и должна быть. С такой звездочкой насадкой. Вот так. Размешаем. Оно получается мягкое такое, не сильно тугое. И, скажем так, не сильно мягкое. И все. Я уже разложила. Насадку, на самом деле, можете взять любую, какая у вас есть. Какие вы захотите цветочки, такие сделайте. Я тут делала такие, такие пробовала. Но что я делаю еще? Я в серединке делаю ямку, для того, чтобы у меня хорошо не стекало вот это вот военец. Это у меня протертая, значит, клюква с сахаром. И видите, в серединке я вот так вот накладываю. Прямо сделала углубление. Это я просто по своим наблюдениям уже не раз пеку. И для меня это очень важно. И они не растекают, поскольку у меня здесь в квартире не нашлось повидло моего. Вот. Я хочу сделать клюкву протертую. Это очень вкусно. Вот. И я такие вот углубления сделала. Вот здесь вот, видите. И туда по чуть-чуть, прям буквально. Не надо много. Ну, где попадет много, ничего страшного. Вот. Вот так вот повидло. А на самом деле можно яблочное повидло, вишневое. Очень хорошо подойдет. Вот таким образом. При 250 градусов мы выпекаем всего лишь 10 минут. Их сильно зарумянивать не надо. Вот таким вот образом. Такие вот цветочки. Я их ямочку пальчиком сделала. И они, конечно, уже по-другому смотрятся. Она тоже очень красива. Это же домашнее печенье. Оно должно чем-то у нас отличаться от покупного. Опа. Вот. Так вот наполняю. Еще мне очень нравится потом и деткам нравилось пудрой посыпать. Хотя Курабье не посыпается пудрой, но у меня как бы детки просили, чтобы я посыпала пудрой. Вот. Вот так. В общем, каждый свою нотку, если внесет, то будет тоже неплохо. Вот таким образом. очень вкусный, конечно, печенье Курабье, но хочу вам сказать, что оно очень, конечно, калорийное. Вот. И не так уж и часто в принципе ее как бы и его и выпекают. Вот. Знаю таких людей, что покупают их и кушают очень много. Как бы это я пальчиком сделала такие углубления здесь. Я думаю, что это нужно будет обязательно сделать. Я посмотрела, почему-то у себя не нашла насадку. Наверное, я все-таки ее за город увезла. Я пекла там печенье тоже и увезла вот эту насадку, которую именно для Курабье я использовала. но ничего страшного и это тоже неплохо. Посмотрите, какая прелесть получилась. Просто красота. Значит, выпекаем при разогретой духовке 250 градусов всего лишь 10 минут. Будьте внимательны к этому. Смотрите внимательно, потому что у нас с вами печки разные. Все. Ждем. Вот и готова наша петельница Курабье. Тут немножко светит, сверху закрывает. Вот такое оно должно получиться. Ни в коем случае не запекайте ее сильно. Его. Вот такие вот они, видите, должны получиться. И, пожалуйста, делайте углубления, особенно для новеньких, для новеньких, для начинающих, чтобы вот, опа, как передвину, так это, чтобы не вытекало повидло. И смотрите, видите, как хорошо, ничего не вытекает. Просто прелесть. Смотрите, остынут, я сложу вам, их наломаю и посмотрите, какие они хрустящие. Это песочные печеницы. Видите, разными такими, можете, в принципе, цветочками разными. Вот так вот, как-то вот так. Вот. А если есть такая насадка, которая действительно, вот, форма у Курабье есть, я поискала у себя, она у меня, видимо, за городом. Невидимая точно, я брала ее туда. Пекла там тоже Курабье. Все остынут. Я потом красивенько их сложу в коробочку и покажу вам на слом, как говорится. Вот такой красивенькой корзиночки с сердечком. Помните, фикс-прайсовская красота. Только я вот здесь, видите, приделала вот такую красивую ленточку. Я же вам говорила, что я как бы что-то беру и потом обязательно под себя что-то делаю. Такую вот ленточку. И голубая тоже у меня вот с такой вот ленточкой. А вот у меня были такие ленточки от подарков. Я приделала. Вот так вот на срезе получается. Вот. Вот я его изломала. Вот такое вот печенье. Очень вкусное, сразу вам говорю. Вот. Но предупреждаю опять же я вас, чтобы вы обязательно, особенно для начинающих, сделали углубление. Видите, чтобы не выливалось ваше повидло. Повидло можно яблочное, можно разное. Это у меня, например, протертая клюква. Вот. Можно вишневое, можно яблочное повидло. То есть, вот такая вот вкуснятина должна быть. Вот такие они получаются. И не пережаривайте. 10 минут при 250 градусах. Она выпекается при больших градусах и всего лишь 10 минут. Это рассыпчатое песочное печенье. Все. Желаю вам удачи, чтобы у вас получилась печеница. И вот еще один рецептик из моей копилочки, вашу копилочку. Напоминаю, что вы были в гостях у Елены на моей кухне. Если вам понравился мой влог, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями. И, конечно же, оставляйте комментарии. Пока-пока!